Уважаемые коллеги, добрый вечер. Хочу сообщить вам сегодня, что в школе совхоза Ленина опять случился судьбоносный день. Уже три дня сгущались серые тучи над нашей школой в связи со всеми политическими аспектами, которые происходят в поселке. И, наконец, палил огромный град, который увенчался изменением административной структуры в школе совхоза Ленина. Сегодня я покинула пост директора школы, поэтому у вас с завтрашнего дня новый молодой директор школы, который, надеюсь, наверное, в новой системе заменит меня так, как хочется очень многим, которые, может быть, давно уже хотели, чтобы здесь была смена руководства. Но при этом все равно хочу сказать всем огромное спасибо за то, что вы были со мной 8 лет, за то, что вы понимали меня, за то, что вы принимали меня и за то, что мы все вместе сделали очень-очень много хорошего. Потому что сегодня при сдаче дел вся администрация Ленинского городского управления образования говорила только теплые слова в адрес всего педагогического коллектива за его труд. Я надеюсь, что град поутихнет, война пройдет и вы снова живете мирно. Удачи вам всем, всего хорошего, а главное здоровья. Мы не совхоз, мы школа совхоза, поэтому здесь совсем другое отношение. А вы у меня спросили, можно ли меня фотографировать? В общественном месте съемка не запрещается. А я не хочу, чтобы меня публично выставляли, как сегодня уже выставили. При том, что я всех уважаю, люблю и все оставлю. Кстати, я руководствую закону, если можно. Итак, добрые, 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 уважаемые родители, уважаемые дети. Я вам безумно благодарна за всю оценку труда, которую вы мне сегодня сделали. Я, конечно, очень старалась все 8 лет сделать то, чтобы школа хорошо летяла, чтобы дети хорошо учили. Мы всем за своими высказываем, что они еще не хотят, чтобы дети знакомствовали, что я все равно не предлагала своему коллективу. Это относилось только лично к коллективу. И я не собиралась это делать постоянно. К тому же, что это относилось только лично ко мне, к моим ситуациям жизненным, к моему здоровью и ко всему остальному. Уже с прошлого года, с 1 сентября, потому что, извините, я уже все же в возрасте, я уже думала о том, что мне уже достаточно как бы работать. Но еще хотела поработать, было необходимо. Но, к сожалению, раз такова ситуация, то скажу честно, что ездить сюда 2,5 часа каждое утро в 5 утра уже довольно тяжеловато. Я бы, может быть, еще и поработала. Но когда в результате стала возможность, что есть на 20-10 километров ближе, взять работу, я еще не дала согласия, но подумаю, сейчас я хочу отдохнуть. Я 6 лет не была в отпуске. Для того, чтобы работать с вашими детьми, чтобы их кормить, чтобы их развивать и все остальное. Я 6 лет не была в отпуске. Поэтому у меня накопилась огромная усталость. И поэтому я про эти свои тучи играла только своим педагогам. А если у меня в коллективе, который я думала, что это единомышленников коллектив, нашлись люди, которые выставили без моего разрешения мою личную запись в соцсети, то тогда у меня сейчас уже ко всему этому коллективу тоже начинает пропадать доверие. И поэтому, если вы хотите, чтобы я вернулась, то как можно вернуться в тот коллектив, который меня сейчас сделает в заложенности. Моих личных записей и моих личных отношений. Я вас всех подседаю. А спрашивали кто-нибудь мнение родителей, что вы уходите, что только человек приходит. А подождите, подождите. Еще раз хочу вам сказать. Все замечательно. На работу человек нанимается и с работы человек уходит. Когда-то вы были молодыми, все закончили образование и пришли на работу молодыми, потом набрались опыта. Я тоже была молодая. И когда пришла первый раз даже в школу учителем, потом завучем, я тоже не знала, смогу я или исправлюсь. Но все приходит с опытом. Правда? Мы хотим услышать, что говорит новая телеза. Какой у него опыт работает? Давайте мы не будем устраивать. Если я говорю, можно меня послушать до конца? Потом допрос. Я не буду, когда просто ребят, ему тоже идет речь. Выслушаем и нового, и старого, и меня, и всему остальному. Восемь лет назад, когда я пришла в школу, меня почему-то тоже никто не спросил, почему я вдруг из Москвы приехала сюда. А меня там тоже уволили. У нас была старая администрация. Меня там тоже уволили, но администрация школы не руководит. Школа руководит директором. Это первое. Подождите. И второе. Директор уходит в отпуск. Остается школа. Все равно работает. В школе главное. Директор – это уже номинальное лицо. Я всегда говорила, что директор – лицо нарицательное. Не важно. Не важно. Оно важное, но нарицательное. И если в школе есть учитель, который работает, и если в школу идут дети, которые работают, то значит школа живет и работает. Весь коллектив остался. Все учителя остались. Никто никуда не ушел и не уходит. Вы уверены, что у меня все остались. Уверены. Мы хотим услышать, что сейчас человеком назначили на ваше место. Вы уверены, что у нового директора опыт работы? Стаж. Стоп. Секунду. Секунду. Вы когда заканчивали институт, и куда-то пришли на работу? Причем меня. Я не директор школы. А, подождите, мои дорогие. Хорошо. Вы 8 лет назад пришли сюда с каким опытом? Расскажите нам, пожалуйста. Ну, в большом месте. Вот, пожалуйста. А, подождите меня. Почему у нас директор? Подождите меня. Еще разочек. Мы устали ждать. Скажите, пожалуйста, если здесь не будет, там не будет, еще где-то не будет, то где же тогда людям, которые идут на работу, этого опыта набраться? Причем я не знаю, что я не знаю. А что я не знаю? А вы что? А вы что? А вы что? Никто недостойный должности, вы хотите сказать? Не один? А вы учитель спросили хотя бы? А вы спрашивали? А вы спрашивали? Управление образования спросило? Управление образования спросило? Вот почему ставят не те, кто выдавал людей, которые заинтересованы? А именно заинтересованы. Я думаю, девушка понимает, о чем идет речь. Я сейчас отвечу на разнообразование. И она заинтересованное лицо. И нас именно не это не устраивает. Не было бы она всем, кто она есть. Мы бы ее приняли с распростертыми объятиями. А что значит, кто она есть? Подождите, 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 мы ее не сможем на хорошем счете. Мы без опыта работы, мы своих детей не дадим. Еще раз уж. Мы не дадим. Отказать! Подождите. Мы не дадим. Отказать! 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 А можно слово сказать? Нужное. Уже поступки идут. Нам не надо слова. Уже идут поступки. Увольняют директора. Меня не уволили. Вы не забираете ухаживать, я ни за что в жизни не поверю, что вы бросили детей, не пытав им аттестаты, и не попрощались с родителями лично. Я никогда в жизни не верю, никогда в жизни не пойду. Вы же не даете сказать, а криоты не выданы ни в одной школе Ленинского района, потому что мы идем на переименование городского округа, мы ждем выписки из УГРЛ, аттестаты все готовы. Как только придет выписка из УГРЛ, аттестаты будут точно выданы. А вот такая была срочность? Кого? Почему нельзя было еще подождать месяц, например? Это мое решение. У меня еще есть внуки, с которыми надо сидеть, понимаете? А почему вы тогда публично не собрали родителей и не собрали в глаза? А подождите, а почему вы на работе, когда уходите за одну работу, не собираетесь полететь? Как интересно. Я когда увольнялась, я когда увольнялась, я с моим детям работаю, я не могу. Я вообще ни кем, просто обычный рядовой сотрудник, и я со всеми прощалась лично. И так делаю 90 лет назад. Вы работаете с детьми, и вы прекрасно это знаете. И вы педагог, садача, у вас родители просто не верят, что вы могли так уйти быстро. Потому что вы бы никогда так уйти. Хорошо, ушли и ушли. И почему поставили без опыта работы? Нас поставили перед папкой. Дай бог, чтобы у вас было все хорошее. Вот пять запросов, а не вышли. Почему без опыта работы? У меня полгода с работы в данной сфере имеется. Хорошее слово. Не кричите, пускай говорят. Можно я скажу? Хорошо, уважаемые родители. Давайте мы... Мы за диалог. Да, я представлю. Мы вас выслушим. Мы за диалог. Я также за конструктивный диалог. Я представлюсь. Меня зовут Андреева Наталья Юрьевна. Опыт работы у меня уже более 17 лет в сфере образования. Начинала я... Можно я скажу? Утром было 10. Именно в управлении. Я начинала... Вообще, именно в управлении. А когда в области? А давайте, можно я скажу, а потом вы уже... Да, я расскажу. Я также начинала с учителя, потом с аучем и параллельно поднимала сама с нуля несколько сеть детских центров. То есть вы сейчас можете предоставить нам вашу школу книжку? Какая? Да, у меня трудовая книжка лежит в управлении образования. А сколько вам лет? 34. Мне достаточно лет, чтобы... А как это ваше семейное положение? Мое семейное положение замужем и двое детей. А как зовут ваш мужа? Моего мужа зовут Сергей. Это имеет какое-то отношение к правлению. Да, это имеет отношение. Да, в данной ситуации вы понимаете, в какой территории вас ставят. Мы находимся на территории школы. И вы сейчас... Нет, нет, мы за... Нет, мы за территорию. Вы за территорию школы. И сейчас мы обсуждаем вопросы управления, правильной передачи управления. Нет, мы обсуждаем вопросы руководителя назначения. Давайте тогда касаться этих вопросов. Если бы вы спросили у меня, когда я стала директором, я стала им в 33 года. До этого вы работали в школе? А до этого учителем не отработали. 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 Почему она сама за себя не отвечает? Почему мы молчим? Извините, пожалуйста, давайте, чтобы у нас был консультивный диалог по существу. Вы задали вопрос новому, назначенному руководителю. Какие у нее планы развития страны? Нет! Подождите, кто? Хорошо, вас интересует... На какой школе вы работаете? В Мастерской области? Заместителем по учебно-воспитательной работе. Выслинской школе? Нет. Снегиревской школе? А что было в Выслинской школе? Что было в Выслинской школе? Вы, наверное, больше осведомлены. Я не знаю. Я отвечаю на вопросы по существу. А где вы живете? Я живу здесь в округе, где ехать ровно 20 минут до работы, чтобы понимать, где это нормально, в городском здесь округе видно, я не могу это сказать публично, нам не надо говорить адрес, мы не хотим, это личная информация, человек не хочет, говорить не надо, он сказал 20 минут, я не кричи. Ответьте нам, пожалуйста, на вопрос, почему нельзя было назначить директором школы или хотя бы исполняющими обязанностями школы человека из педагогического коллектива? У нас не достойно, что прежде чем занять эту должность, нужно пройти рекрутинг-центр. Это очень сложно, вы лучше знаете, вы не знаете человека, совершенно не знаете. Для того, чтобы... Делаете вид, как будто вы вообще не понимаете, нам все в 15 лет, мы сходим людей по опасности. А ваш ребенок в каком классе учится в этой школе? В каком классе обучается ваш ребенок? Во втором классе. Во втором. Вы знаете, вы сейчас тоже здесь там же себя все ведете, как просто уже на уличных всяких поведенках. Вот вы знаете, я устала, и я устала. Вы устали, вы можете дать информацию. Я вас захочу, вы даете даже сказать. Вот вам сейчас сказали про рекрутинг-центр. Чтобы туда идти, нужно получить личные заявления от завуча, учителя или кого угодно. Ни один из завучей из нашей школы самолично. А это не мое, это не мое желание. Они должны сами по желанию. Они должны сами пройти психологический рекрутинг-центр. Сколько по времени это проходит? Это проходит за три месяца. А как ты прошла за три месяца, если позиция освободилась? Я прошла еще в 2018 году, когда только создались... Нет, нет. Он дается на три года. Нет. Нет, нет. Они в газе, эти люди. Мы требуем опытного человека. Нам не нужна... Извините, пожалуйста, вы нам не нужны. Мы желаем подставить своих. Вы требуем своего. Вы можете сейчас поставить исполняющего. Вы же все нам нужен с опытом работы, понимаете? Чтобы человек не учился. Вы не знаете человека. Вы не знаете человека совершенно. Мы не против этой женщины, она будет замечательного молодежи. Вы понимаете, мы не хотели опыта такого, будет кто-то опытный кролик. За один день у больного человека, Лада сама уходила. В нашей ситуации будет дана огласка средств массовой информации. Будут собираться подписи родителей всех классов, кто против. Вам это говорят сейчас в лицо, чтобы это для вас не было новостью. Как это дало новостью для нас вчера, что более вредные. Это не ваше, это формально. Мы понимаем, знаем виды управления образованием и тех людей, которые сюда проникают. Хорошо. Если в этой ситуации, как вы говорите, да. Я очень благодарна всем за оценку своего труда. Но если вам хоть капельку в сегодняшней ситуации, жалко мое здоровье, которое за сегодняшнюю... У нас в жизни есть коллектив, он сдается прежде. А кого уволили, скажите. Мы с уважением относимся к вашему решению уйти. Ваш уход не предполагает защиту нового кандидата. Вы ушли, большое вам спасибо Не надо защищать нового кандидата, это первое Второе, мы требуем, чтобы из нашего педагогического коллектива, этой школы Был назначен исполняющий обязанности На время, пока он будет проходить ресурс-центр И все, и все Назначен директор обраговательных учреждений Вы что говорите-то? Я не обрагователь! Мы с вами можем поговорить, можем с ней поговорить Можем начать понимать, как она планирует работать, что будет в этой школе У меня вопрос к ней так же будет, как и у вас к ней Как вы будете организовывать работу, мне это интересно Потому что мы здесь одна команда А машина у дома 17-3, вы тоже первый раз видите? Машину у дома 17-3, черную с оранжевой полосой Вы тоже не видели? Ну так вы сходите, посмотрите Наши саблины на одной фотографии вас никогда не обрагают А ее мужа никогда не обрагает Да откуда? Это ваше мнение Это ваше мнение Это ваше мнение Хорошо Мы живем на этой территории Вы должны прислышать мнение А кто-то пришел и говорит нам не нужно ваше мнение Но вы должны прислышать мнение Мы работали в благоустройстве Мы же занимались солнцевом Да Правильно Поэтому вас поставили на эту должность Потому что вы жильцом продушивали Да Нет 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 Что я могу и говори? Мы не против этой женщины. Я и пришел. Я говорю, давайте задавайте мне вопросы, как она собираетесь с вами. Потому что проекционализм не проблема. Проекционализм не проблема. Не в том, какой быть человек. Ну простите уж, пожалуйста, вы серьезно. Я не знаю вас. Я не знаю вас. Я вас не оскорбляю. Я вам желаю всего доброго и хорошего. Но не в совходе, Ленина. Профессионал по-другому. Вы же не оскорбляйте. А ну это не оскорбляю. Заберем больше 50 процентов голосов. Больше 50 процентов собирает подписи. Тогда пойдет какой-то подписчик. Тогда. Ну, не забыли ее вопросов. Народу много проекционализм. Я понимаю. А вот вы сделали. А вот вы сделали. А вот вы сейчас пришел. Откуда вы знаете, что делаю я? А почему вы за меня сейчас решаете? Я никого не бросала. Я всем поучила, кого я забыла. Я никого не бросала. Еще раз вам объясняю. И называть меня предателем я вам не позволю. Нет, на меня сейчас назвали. Вы меня сейчас назвали. Потому что у меня есть потенциал быть директором этой школы. А в Молково почему она не может стать директором? Молково. А почему здесь Молково? А почему здесь Молково? А почему здесь Молково? И где сюда Молково это? Мне образование. Он не бросил. А поставьте туда ее. Почему Ставхо не поставьте? Зачем нам надо сюда? Почему мы к нам Ставхо все время в Суете к степени? Меня нужно inference. Синтересован. А почему вы не идете? Продите comprar. Продите. Продите дороги. Продите. Продите апр foto. Продите. Я не считаю, что у меня достаточно опыт, чтобы все это работали. Без опыта работа к нам стащит. Поставьте кудой. Вы набирали конкурс, а последовательно на должность директора. Но, знаете, вот поставить все равно. Вот, поставьте вот саму правление. Когда она пойдет. Как она правление? Она говорит, она стоит, молча рассказать мне, может, какое правление. Вот, девушка, вы меня вспомнили, вы сказали только, что у вас есть предложение. Есть, но я его не приняла еще. Хорошо, вот вы, если вы его примите, поставьте девушку саму, пожалуйста. Ну, мы же не лезем, где вы работаете, где кого поставьте. Ну, конечно, вы не лезете на вашу работу. Это школа, которая учится детям, это лоза. Это наши дети. Это не есть наша работа. Вы должны об этом думать, должны заботиться. Это наше дело. Все знают о политическом ситуации. Я не хочу отвечать на заветом на поставленный вопрос. Таким образом. Просто априори. Потому что все остались на местах, и все как работали, так и работали. Почему вы ее пускать, она истокровчивая. Вы ее знаете, вы знаете, но этих людей... Кого? Почему вы защищаете? Я защищаю свой собственный. Вы пропадаете все, кроме нее. Если вам должен быть свой дом, то сейчас хотя бы... Ну, разы вас перепечистите. Я не могу молчать, потому что вы меня отправляете. Ну, разы вас не отправляют. Нет, вы меня сегодня отправляете. За вас вышли за меня, потому что написали слово «Совхоз». Вы не меня сейчас защищаете. Хорошо, мы защищаем будущее наших детей. За «Совхоз», за «Совхоз», за «Совхоз», за «Совхоз», за «Совхоз». Аплодисменты! Потографии? Спасибо! Все молчать должны! Ну вот её! Они не нравятся делать! Отхажите! Мы от вас ждём! Мы от вас ждём! Мы от вас ждём! Мы ждём! Мы ждём! Мы ждём! Безопасность! 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 А что это встреча? Что это встреча? Что это встреча? Что надо жить? Человек с поправами не знаком! Кто принимает в Московском области? Кто с какой-то значение? Мы соберём от департамента образования. От московской области? Проводные образования. Проводные образования — это же конкретные люди, наверное. Можно конкретных людей согласить. Просто я вот сейчас смотрю, говорят о том, что у человека огромный опыт работы. Подтверждённый. Заявляют его. Но будущий директор, вообще не получается у него работать с родителями. Подождите, сейчас дистанционное обучение. Каких аргументов придти? В этом опыте у человека однозначно. Они тяжело бы наплатить. Я уже озвучил. Простите меня. Сегодня она была назначена. Я тоже узнал. Вчера. Я ещё с ней не познакомился. Я познакомился. Даже вы об этом не знаете. Это как такое может быть? Мы не знаем. А вот вам придётся вот сейчас этим всем заниматься. Я понимаю. Вы опять начинаете. Вы объясните, что жена человека, которая всё время ходит по судам против Грудинина, назначается директором школы. Я не знаю эта ситуация. Сейчас я вас лично, как житель посёлка совхоза имени Ленина, прошу организовать встречу родителей, жителей совхоза имени Ленина с Министерством образованиями. Представители. Пускай это будет… Представитель министерства? Нет. Не делайте глаза. Не делайте глаза. Это ваша работа. Нужен директор. Управление образования и министерство. Вы сейчас в уровне не можете. Если хватит, что это возможно в нынешних условиях. Не тогда, а когда-нибудь. Через год, два, три, когда это всё закончится. Хорошо. А сейчас. Прямо на днях. Вы сейчас все пришли к встрече. Был представитель управления образованием. Вы хотите вот такую же встречу? Я об этом говорю. У неё большой потенциал. Что такое потенциал? У вас тоже есть большой потенциал. Развалить совхоз мы знаем. Да. Мы знаем. Вы же всё это знаете. Ваш муж депутат. Он рейтинг. Он рейтинг. Он рейтинг. Он рейтинг. Зачем меня вызываете? Зачем вы это позволяете? Как школа работает? Мы здесь живём. Вы, понимаете, наши детей. Он рейтинг. Он билет. Наши детей живём. Вы. Проект, который подходит на данный школу, потому что у меня в проекте был именно упор на сотрудничество с ЮНЕСКО и вхождение в ассоциированную школу ЮНЕСКО. Мы уже давно работаем с ЮНЕСКО, поэтому здесь, скорее всего, по показателям данная школа подходит под этот проект. У меня есть эти возможности, которые позволяют мне, как руководителю, ввести школу в Ассоциированную школу ЮНЕСКО. Поэтому здесь, она мне передала все традиции, рассказала, ввела меня в курс дела. Но она не могла вам передать все за один день. А если я вам честно, я постоянно говорю, что сейчас детей нет в школе. У меня есть все отчеты, все завучи отозваны в школу. А вы говорите, поставьте на работу, идет полным ходом, уже несколько дней. Я вам честно скажу, что нет. Я вхожу, я перенимаю все, чтобы максимально сохранить. Но мы знаем, как у нас передаются, как бы все это понятно. Директор здесь, она вышла с вами на контакт. Сегодня, как вы просили. Вы проявили себя в менеджерах, мы же менеджеры своих качеств. Но вы же не можете нам ничего показать. А как она может показать, если вы не можете этого ей дать? Вот скажите, дайте три месяца человеку. И все будет по-другому. А вы чего? Нет, я имею в виду работы под на каникулы. Мы не видим эту кандидатуру на эту кандидатуру. А почему вы так думаете? Потому что мы ушли. Нет, подождите. Мне тоже, когда я пришла на общем собрание, говорили, что мы не видим. Вы учитель, вы учитель, вы учитель пришли, вы детей всех знали. В Москве 80% директоров? Вы детей всех по именам называли. И что? Ну я такая, я другая, понимаете? И вот нам нравится такой педал. Хорошо, хорошо, я ее подготовлю. Хотите? Нет. Нет. Мы хотим другого. Нет, нет. Мы тут уже не пошли. Можно не пошло и с таком. А почему вы так решили? Почему вы за человека решаете? Потому что так пришел человек. Нет опыта работы. Откуда вы знаете, что я не имею опыта работы? У меня есть опыт работы, понимаете? Вы учитель научного языка, учителя доверяете? Учителю математики доверяете? У меня не было опыта работы, министерство образования меня бы не пропустили. А нам больше никто не нужен. Дорогие мои. Вы слышите меня? Ничего подобного. У меня закончил институт с красным дипломом. И я училась там, ездила с двумя детьми сама. У меня колледж, институт. Педагогическое что у вас? У меня педагогический колледж, психологический институт и диплом с отличием экономический. И где у вас тут педагогическое? Кто как колледж? А когда же вы опыта набираете? Нормально. Я параллельно работаю. Я параллельно. Но тогда где-нибудь страдает что-то. Ничего не страдает. Нет, я могу совмещать все вместе. Представьте, я вас прекрасно понимаю. Я же в вашей структуре... Нет, понимаю. Не надо говорить, что я не понимаю. Я здесь 8 лет, как уж на сковородке. Не думайте, что мне было легко жить здесь. Я 8 лет, как уж на сковородке. Для того, чтобы сделать это образование и все остальное. Я вас понимаю. И каждого в отдельности, и по одиночеству. И когда ко мне в кабинет приходили, и везде. Но дело не в этом. Дело в том, что любой человек имеет право. И он пришел работать. И ваш коллектив имеет право. Педагогический состаркционер имеет право. А он работает учителем. Вы приводите детей. Он работает учителем. Вы приводите детей к учителям. И он работает учителем. Я уже поработала учителем несколько лет. Только один. Причем здесь один. Причем здесь один. Еще раз объясняю вам... Я не лезу ни в какую политику, ни в каких депутатах. Я вам сейчас еще раз рассказываю... И она никуда не лезет. Я рассказываю вам ситуацию. Значит, сейчас новая система назначения Кокадрова. Она идет только... У кого больше денег можно назначать? Нет. Через банк рекрутативный. Я вам честно скажу, что я даже в одно время говорила это Анне Витровне Духаниной. Что есть рекрутинг-центр. Ты выросла, можешь пойти в директорат. Она сказала, не надо. Другому учителю из вашей школы. Так для этого он сам должен захотеть. А вы просили, когда уходите за 3 года? Они с 1 сентября все курсы, что я ухожу. С 1 сентября. С 1 сентября. С прошлого года. Я все время говорила, что я последний год. А я не знаю, почему не подали заявку и не прошли полугодовой рекрутинг-центр. Потому что... Нет. Я вам сейчас скажу. Вы опять не поймете. Работа учителя и работа директора. Николай Николаевич обманывает. Он говорил в своем видео о том, что быть к нему... Почему учителя обратно? Я просто пришла попрощаться к нему и сказать спасибо за все, что мы были вместе. Вы не говорили, что для вас это было неожиданностью. Он не прав? Нет, я не сказала, что для меня было неожиданностью. Аттестаты за вашей подписью почти распечатаны. Нет, подождите, дорогие мои. Вот вы говорите о том, что вы даже не делали. Мы решили с вами все-таки попрощаться. Нет, подождите. А я попрощаюсь. Нет. Я предупрощаюсь. Нет. Вы понимаете, я сегодня читала все. Слова. С восьмого все ушли в отпуск и поэтому это сделали. Кто вам это сказал? Пол коллектива на работе и уйдет с первого июля. Половина коллектива работает с одиннадцатиклассниками. Ну как, вот тут у вас все везде написано. То есть половина из того, что тут написано, специально сказано против меня, против кого, против школы, против чего. То есть здесь приврано на половину еще и фактов. До первого июля пол коллектива работает с одиннадцатиклассниками. В эти статы еще никто не распечатывал, потому что мы их не можем распечатать. Я не ее защищаю. Я защищаю школу, на которую вы сейчас все в принципе этим наехали. Нам не нравится это. Нет. Нет. Прокачать вас прокачали уже, конечно. Меня? Меня очень трудно прокачать, понимаете? Наши дети уважали вас. И я уважаю всех. Очень сильно. А у вас нет этой женщины детей не будет, потому что у нас нет уважения. Так виноваты же тогда будете вы. Почему? Если вы взрослые люди, детям навязываете. Нет. Если взрослые люди своим детям навязывают свое отношение, то значит, это о чем говорит? Извините. Вы знаете, во время Великой Отечественной войны были такие оккупанты, они тоже приходили и ставили своих людей. Ну давайте встретим сорок пятый год, сорок первый год. Нет, сорок пятый год. У нас все давно раньше. Мне здесь что, лечь на плаху? Нет. Вас ничего не требует, мы поняли. Спасибо. Вашу позицию мы поняли. Благодарны за вашу позицию. А скажите, вот вы человек в Советском Союзе, воспитывались и так далее. Хорошая традиция была подготовка взамен себе, знать, человека, да? Да. Или даже двух. Вы кого-то подготовили, скажите. Ну с кого бы мы могли бы. Сейчас другая система кадров. Очень хорошая система. Да, я могу сказать, кто может. Кто может. Только не здесь. А почему? Только не здесь. А почему это секрет? Потому что, нет, не секрет. Может быть, к этим людям с уважением мы относимся. Потому что не секрет. Я вам сейчас скажу, почему. Потому что новая система, опять и я теперь уже этого вместе вам могу сказать, что новые вливания всегда полезны в коллектив, который к тому же очень давно работает. Ну скажите, вот есть же родительский комитет, конечно, не директор. Родительский комитет может принимать участие, в том числе и в таких вопросах, в обсуждении. Ну почему бы сейчас не сделать это? Только не принимать, а совещательного голоса. Ну и что? Ну даже так. Почему же не делаете этого? Новый человек. Вот так вот было всегда у нас в Советском Союзе. Когда у нас новая школа, новый человек приходил, брал эту школу. У всех существующих в школах всегда смена росла вместе с директором. И тогда не надо было вот такого, тогда никогда не было. Все ученики знали человека, который разновился директором, а не было уважение у детей. Скажите, а как это вообще произошло? Вот вы проснулись и узнали, что вам предложили здесь работать. Как это случилось? Вот вчера вы жили своей жизнью, где-то там работали. Мне позвонили и сказали, что вот человек приходит. А почему? А почему именно вам позвонили? Потому что есть банк, понимаете, где собраны все, кто готов на должность директора школы. И в этом банке были только вы одна? Нет, там было несколько. А почему именно вас выбрали на такой? Ну, наверное, про концепции... Ну, а давайте с родительским комитетом обсудим это. Ну, это же можно обсудить. Потому что есть определенная концепция, которая подходит по данной образовательной учреждения. Это же человек, который способен реализовать эту концепцию. И все. А бы сейчас она пришла к другому, чтобы тоже не устроили. Ну, давайте попробуем по процедуре, как положено. Что ж такое? Проигнорировали полностью. Произною дуруль. А почему я про Родину правильную? Потому что я переехала сюда. Родительский комитет, управляющий совет. Соберите, спросите. Управляющий совет, как вы можете с ними посоветоваться. Вот есть такой, вот есть такой. Давайте вместе с вами... Я работаю здесь. Средственная масса информации. Вам приглашают и вот так вот советуют, советы дают? Дают, дают, дают вам. Мне? Да. У меня здесь сын учится. Я как родитель даю советы. Почему все считают, что только совету нужно давать в школу? А потому что это не мы считаем. Так в законе прописано. Правда, я вам говорю. Управляющий совет школы должен быть. Профсоюз решение должен принимать. Но он не принимает решение. Он не принимает, он только совещательный голос. Совещание прошло или нет? Совещательный голос только и нет. Совещание прошло с родителями. А для того, чтобы я уволилась, нужно совещание собирать? Нет. При назначении нового нам предлагается несколько кандидатов. И мы проходим совещание. А дальше вы уже принимаете решение. Кандидаты не предлагаются. Ну, вы же сказали, что в банке есть несколько человек. Есть назначение. Вот мы хотим посмотреть, кто еще там есть. Это как это так вы считаете? Почему это невозможно? А почему? Ну вот вы видите, вы сейчас нарушаете просто мир в этом совхозе. Своим решением. Вы как руководитель, который принимает решение. Я правильно понимаю? Покой мир я нарушаю. Ну вот, вы видите, что мир нарушается в совхозе. Покой нарушается. Ну, вы знаете, я... Вашим решением. Вы могли бы свое решение аккуратнее принимать. Я знала ведущего директора Кротова. Ему тоже было непросто. Знала Татьяна Геннадьевна. Ему тоже было непросто. Как непросто? Поэтому здесь сейчас кого не поставили. Нет, что значит непросто? Я ведущий будет непросто. Так получается. Что значит непросто? Против людей? Можно я скажу? Можно я скажу? Я ведущий зауч. Вы меня все хорошо знаете. Вот чего вы такой китиш подняли? У нас пятый директор меняется. За мою бытность. Пятый. И ничего хуже не становится от этого. Понимаете? Пришел... Была Федотова Галина Михайловна. Вы ее хорошо знаете. Ваши бабушки у нее учились. Даже не вы. Не вы, а ваши матери. Подождите. Федотова. Потом Кротов. Убирают ведущий посток людей в совхозе, которые лояльны Грудинину. Которым мы доверяем все. Что это непонятно? Но мы не можем жизни изменить. Можем. Почему? Это что значит не можем-то? Вообще-то народ это источник власть. Ну смотрите. Потом пришла Добринкова Елена Ивановна. Потом Кротов. Он не совхоз. Потом... Татьяна Геннадьевна Воскресеньевна. Это наш работа. Высшее образование. Это наш работа. И предложить им пройти структур. Понимаете, вот это... Уважаемые коллеги, эта должность очень сложная. Быть директором совместного. Не каждый потянет этот груз. Скажите, доверять должны этому человеку или нет? Конечно, доверять. Но тогда надо пройти процедуру. Это же не придумано, не случайно. Даже совещание, совещательный голос. Критатура несколько. С ними разговаривают, их приглашают. Пожалуйста, представитель родительского комитета присутствовал при этом разговоре. А этого нет, такого закона. А это очень плохо, это надо изменить. Но это не от нас зависит. И в законе это есть. Это есть такая возможность. Почему вы не пользуетесь? Вот на мою бытность такого нет. Тогда бы не было вот этого всего. Вы поймите, вы сейчас успокойтесь. Вот смотрите, вы сейчас шумите. Наша задача сейчас какая? Удержать в совхозе порядок. Так вы не создавайте беспорядок. Вы знаете, как сейчас вот это вот все колобродится? Мы должны аттестаты выдавать. 23-го приемка шума. Управленческие решения, которые были приняты, без согласования, просто приводят к такому возмущению. Это очень понятно. Вы не ходите, потому что страшно. Вы не ходите, поверьте. Калининг в начале тоже без согласования. Было такое. Вот это было такое. Вот это было такое. В прошлом году 8-го кадров. А я вам скажу почему. Потому что этот человек не просто случайный человек. Вы поймите это. Все это знают. Есть люди, которые хотят здесь изменить жизнь. И мы не хотим этого. Этот человек связан с тем, кто ходит по судам. Понимаете? Поэтому мы возмущаемся, потому что это не случайный человек. Мы понимаем, что вы волнуйтесь. Волнения совершенно? Очень много. Очень много. Я вам честно говорю. Слушайте, давайте так. Если возникли волнения, они не только у меня возникли. Вот много людей, стоящих здесь. И вы должны считаться, что у людей возникает такое волнение. И по возможности у нас очень много талантливых людей, которые могут стать президентами этой страны, доказанно Грудининым. У нас очень много талантливых людей, которые могут директором этой школы стать, даже внутри этого коллектива. Только сделайте так, чтобы люди были спокойны, родители не беспокоились, что здесь какие-то подвохи. Зачем надо было взять человека, который связан с рейдерами, и поставить его директором? Зачем? Ночью, буквально за одну ночь это все стало известно. Вы сказали, кому вы там уже сказали, я не знаю, но такая жизнь сегодня, интернет доносит все до краев земли. Вы сказали ночью, утром все волнуются уже. Я сказала, что я ушла. Ну ушли. И попрощалась с коллективом. А какой-то один педагог взял, выставил это все. Это было неожиданно. А я его не просила. Я прощала с педагогами. Директор назначен в это образовательное... Ну подойдите, найдите другого человека, а ей назначите другого. Да я думаю, что кому сейчас не найдете. Мы найдем вместе с вами. Нет, директор назначен в это образовательное... Ну то есть вы не считаетесь тянем людей? Да ради бога, я думаю, что там не один прошедший кроссер. Вы ее знать не знаете. Вы ее знать не знаете. Скажите, пожалуйста. Зато вы приходите и оскорбляете нас в Москве второй раз. Скажите, пожалуйста, можно принять решение? Пожалуйста, у каждого есть своя работа. И мы выполняем честное. И оскорблять не нужно никого. Пожалуйста, не надо. Не надо никого оскорблять. Один человек из Московской области. Это честно? Что значит один человек? Проведите открыто процедуру. Кто, где, как, кто. Потенциал человека. Проведите открыто процедуру. Поплодите девушку. Вы еще молодая так наговариваете. Успокойтесь. Молодая для директора. Успокойтесь. Дорогие мои. Успокойтесь. Дорогие мои. Ну так вести просто красиво. А так вести можно? Ну так вести некрасиво. Так тоже некрасиво. Достоинство свое тоже, чтобы не теряйте. А вы все это честность? И какой честность? Нет, ну вы свое достоинство тогда держите. Ну если вы так все ждаете. Ну свое такое достоинство держите. Она вам в маме годится. Вы так разговариваете. Она-то вам в маме годится. Нам не нужно вот это вот. Конкурс проходит. Сначала все, кто подал заявление, проходят разные этапы в рекрутинг-центре. Первое – это тест на знание законодательной базы. Кто это прошел, следующий, второй этап – это работа с психологами. Заключается в том, что под наблюдением команда кандидатов-директоров выполняет определенные упражнения. Вы одна были или еще кто-то есть? Есть еще какие-то кандидаты для директора в этой школе? Когда уже все два этапа пройдены, допускают прежде всего этапа защиты концепции в Министерстве образования. Все люди наши, министры образования, замминистра образования и директора других людей. А те, кто и помоложе, есть. Но ни одна же вот эта вот директора. Вы не знаете, вы не знаете. Дайте время. Да мы знаем ее, ее нужно. Нет, но, дорогие мои, вы почему надо судить о ком-то, о чем-то? Ну дайте человеку хотя бы узнать себя, потому что она переехала жить сюда. А в выстрелинской школе почему не взяли? Я работала в выстрелинской школе. Я работала в выстрелинской школе. Учителя, если не отстояли, я работала в выстрелинской школе. Да видео не было, там еще бывает видео. Давайте скомпоновим видео сколько угодно. Вы сегодня тоже мое видео скомпоновали. Фотографии взяли из другой школы, звук еще откуда-то и выставили в интернет меня на показ. От чего я не просила. Она не разрешала этого делать никого. Я не просила этого делать никого. При всем моем уважении к вам. А вы это сделали. Точно так же можно фариковать сейчас все, что угодно поставить в видео. Но есть 52-я статья, которая защищает вот это, дает разрешение или нет, Гражданского кодекса. Какое? Разрешение на публикации. А я не давала разрешение. Вы слушаете, вы почитаете ее. Это был личный чат. Да, персональных данных. Нет, это касается общественных интересов. Это личный чат. Нет, это мой был личный чат. Это мой был личный чат. Вот видите, это касается личных интересов. Личный чат это ваша переписка личная. Да, коллегами. Моя личная переписка. Если это чат общий, то там не может быть, это не защищено никак. Ну вы так с директором хоть уважительно разговариваете, ладно со мной? Ну директор, вот юристы у вас есть, пусть он тогда, хоть он скажет, что не нужно никакого разрешения, никакого не нужно разрешения. Мы уже все поняли, с нами так уважительно, конусу каждый раз. Какой у них педагогический стаж? Найдите другого человека, выберите там 2-3 человека, кандидата, пусть они посоревнуются между собой, мы посмотрим. Это не только голосование, какого голосования? Ну так. Вы что, мы здесь живем, мы понимаем, как каждый шаг происходит, просто изменение в нашей жизни здесь. А это касается самого важного детей наших. Почему вы считаете, что будут плохие изменения, они будут в лучшую сторону? А мы видим, как это все происходит. Вы же не спросили нас, в конце концов. А мы привыкли, что всегда власть с нами считается. Всегда спрашивают. А вы не спрашивали, сделали. Учителя, учителя все остаются. Учителя все остаются. Не добрались, нет. Да, послушайте, вот так нельзя. Люди стоят и говорят, давайте найдем еще каких-то кандидатов, давайте проведем процедуру открытую, прозрачную. А значит, руководитель. Ну и что, руководителя тоже кто-то назначается? Да, руководители присылают человека со стороны. Который начал работать, который уже знает много, что не будет. Работает много, но вы поймите, люди волнуются. Ее должны принять дети прежде всего, они примут. Дети должны принять. Вы знать, не знаете, как все будет. Ну как так вообще можно? А вдруг это можно? Родители, родители детей являются представителями юридическими. Ничего не происходит. Ничего не происходит. Жизнь не скупает. Рабочий процесс определен. Человеку 62 года. Вы знаете, сколько мне лет? Нет, не. Вы так хотите сказать, что мы, значит, выбирая нянечку своему ребенку, вообще должны ребенка спросить. Ну это вообще какая-то грудь. Так вы сейчас говорите, что то спросите. Нет, вот у меня сейчас представитель управления образования говорит, что это главное, чтобы дети. Ну как? Почему не спросите у детей? Ну а почему родители-то не спросите? Вы скажите, почему? Я сказала, почему вы считаете, что детям будет плохо? Почему родители-то не спрашиваете до сих пор? Вот пришли родители, говорят, давайте там вместе с вами поучаствуем в назначении. Не знаете, вы с вами работали, поэтому давайте мы поработаем, и отсюда мы уже будем делать какие-то выводы. Я понимаю, прошел хотя бы месяц, и мы собрались, и мы начали говорить. Вы знаете, власть всегда выбирают, потому что я доверяю, а люди говорят, мы изначально не доверяем, а вы ничего не делаете. Дайте человеку время, дайте человеку время. Да мы хотим найти, найдите другого. У вас в управлении должны быть другие кандидаты. Вы собираетесь проводить эксперименты. Пусть она там себя проявляет. Назначьте какого-то концепцию с нового директора, который устроит всех, почему нет? Мы хотим так, чтобы как у нас есть, так и продолжалось. А почему вы решили, что она эти традиции сделает по-другому? Потому что это все некрасиво получается, как-то тихо, за спиной у людей. Ну вот и все. Если она приходит, она бы пришла со всеми познакомленными, с родительским комитетом, она бы сказала, я собираюсь в адрес. Почему задним числом-то? Почему задним числом-то? Потому что? Ну потому что это не ответ. А можно вопрос? Ну может вы все-таки выйдете к нам, а то как зарешется? Мы уже постоянно выявляем. Мы не бьем, мы не деремся, мы нападаем. Мы стоять на них. Готовы даже к структивным. Нет, родители, вы также будете вызывать, мы через забор, мы с вами обширск, когда уходим? Нет, если вы будете разговаривать с инструктивной нормально, можно за забором разговаривать? Нет, мы уже хотели просто идти, потому что хочется нормального разговора, а не оскорбление постоянно. Хорошо, выходите. Давайте искать какой-то компромисс. Я тоже не хочу, чтобы меня постоянно оскорбляли. Извините меня. Я второй раз вы услышали. Вы управление образованием, вы все делаете для наших детей. Делаем все для ваших детей. Мы, по крайней мере, должны делать. И ничего плохого за всю свою работу никогда не сделала. Мы все подобрали. Очень плохо. Почему вы так считаете? Мы не по курям родителям. Почему вы так считаете? Самое большое большое, что вы очень подпишили, а? Вот не в это время надо было... Да, лишили всех права высказаться. Мы не подумали об одиннадцатиклассниках, а? Как вы будете провожать их? Какие напутствующие слова? Абсолютно. К сожалению, в этом году у нас ввеси с полномовица, чтобы начать полноматистане. Не надо проконорами. Подождите. Сейчас пойдут на экзамен. Как они пойдут на экзамен? Ну почему они нормально сдадут? Они пойдут на экзамены? Они пойдут на экзамен. Елена не волна провожает на экзамены всю жизнь. Она и будет, она будет всё. Они пойдут на экзамен. Как всегда ездят, так и пойдут те же пункты, которые были. А почему директор? Уже понятно кто здесь. А директор будет на месте, однозначно выйдет. Учитель, который будет сопровождать, день есть в наличии. А у вас, председатель правкома, есть здесь? Ну, директор, кого не спешили, в этом народе спешили. В ЕГЭ везут те учителя, которые должны везти. Вот она, Ольга Владимировна, которая будет постоянно сопровождать свой класс. Есть приказ, все распределены, они все поют на ЕГЭ, когда нужно им поехать. Все сдадут экзамены. Причем здесь вы не путайте ЕГЭ теперь, еще что-то не путайте, пожалуйста. Будет ли выпускной, мы сами не знаем. Как будут вручаться аттестаты, мы тоже не знаем. Они будут вообще по одному прокриканить получать. В маске и в перчатках. Упускной пока вообще вопрос еще не решет. А он и не будет решен, понимаете? Он не будет решен, потому что он не решен, потому что он запрещет. Но выпускной же опять не мы делаем. Выпускной испускают. Его или разрешат, они или не разрешат. И разрешение делают. Но от министерства посвящения. Наши решили онлайн, вот проводят звонки, да? Проводили мы звонки. А когда... Уважаемые девушки, а когда проходит районный выпускной, им не нужен там ни директор, ни учителя, ни зауча, ни родители. Но очень плохо. Они нужны друг другу, дети. Они нужны друг другу. Директор, директор, это лицо школы, а? И почему? Почему вы считаете, что этот директор не лицо школы? Почему такие дают и штампы? Они не знают. Они не знают. Они так же не ходили на нового директора. Никто не знал. Не оскорбляйте, пожалуйста. Нормальное лицо. Так директоров не знают. Это называется аффилированное. Нормальное аффилированное лицо. Нормальное лицо. Не надо оскорблять. Ну, оно аффилированное, понимаете? Ну, это аффилированное лицо. Как вот непонятно. Сегодня наслушаете уже. Давайте, ну, поищем другого директора. Какого негатива наслушались сегодня? Большое спасибо. Давайте поищем другого директора. И будем искать другого директора. Это перспективный директор. Перспективный. Спасибо. Вы отказываете людям в поиске альтернативного кандидата. Назначен директор. Да, давайте поищем другого. Что значит, поищем? Кого еще поищем? Отлично. Слава Богу. Мы сейчас уже группами делились, да? Сейчас отступаемся на три шага. Директор, группа там заявляет. Мы сейчас группами делились, и вы в том числе пришли к решению, что завтра я с главой обсуждаю. Мы сюда привозим управление образованием, директор. Еще раз собираемся. Вы готовите конкретные вопросы. Скорее всего, это будет на площади у ДК. Можно три? После рабочего времени. Я же сказал, я завтра с главой, завтра вам дам обратную связь. Просто получается, я со всеми уже поговорил и заново пришел к вам. Время вы скажете сейчас или нет? Вы еще раз слышите меня? Я же вот говорю. Я сказал, завтра я пообщаюсь с главой и дам обратную связь. Мы уже определили человека, кому я дам обратную связь, как мы будем это организовывать и когда это будет происходить. Да, да, да. Это мы тоже обговорили. Мы просто хотим, чтобы вы, когда завтра будете на совещании, учитывали мнение нашего времени. Я с вами согласую все заранее. Вечером. А во сколько будет конкретно? Поехали. Все, да? Завтра. Ну, давайте возьмем 4 часа дня примерно. Да, нет. 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 Я просто завтра дам обратную связь. На поле завтра или на четверг мы договоримся о времени. Завтра вы конкретно скажете? Конечно, конечно, когда мы встретимся с микрофонами и опять обсудим эту насущную проблему. Хорошо. А сегодня предлагаю уже расходиться. Не мучитесь, потому что вы сегодня ничего не понимаете. Да нам, может быть, что разогласить не слушаете. А вот разверните, пожалуйста, и послушайте. Как ты? Теперь я скажу. Скажите, давай. Можно? Конечно, можно. Пожалуйста. Вот перестаньте разговаривать. Я сейчас представлюсь еще раз. Пцатый раз уже здесь. Я вас не могу. Прекрасно. Мы не на базаре, правильно? Поэтому давайте мы сейчас просто послушаем, выслушаем. В первую очередь проявите отношение к себе. Просто вот к себе. Я сейчас представлюсь. Пожалуйста, уважайте себя. Вот в первую очередь уважайте себя. Да зачем мы это говорим? Не могу, а слушайте, правда. Представьте, что уважайте или не уважайте. Я не могу говорить. Говорите. Вы мне не приказываете, пожалуйста. А не учите базар, не базар где. Я скажу, когда вы чешли. Давайте дадим слово, пусть девушка скажет. Меня зовут Андреева Наталья Юрьевна. Хорошо. Я сейчас... Меня назначили на должность директора данной школы. У меня мама заслуженный учитель школы была в России. Вы просили послушать, дайте человеку сказать. Не перебивайте, пожалуйста. У нас диалог. Вы не разговариваете. Вы привлекаетесь. И вы не знаю, кто. Да я против тоже нового директора, если что. Зачем базар реально устраивать? Просто, чтобы они, зачем базар сами... Нас базар рюпликают, сами базар ждут. Я вам обещали тишину, мы все. Пожалуйста, я же не против. Пять минут тишины. Я спросил по делу. Тишина, пожалуйста. Пять минут тишины. Меня сюда назначили в эту школу. Для развития данного образовательного учреждения. У меня разработана концепция. В первую очередь это... Поговорились. А вы можете отказаться? Я не могу отказаться. Почему? Я не могу произойти, чтобы вы отказались. Ничего не должно произойти, я не откажу. А если учеников не будут? Ученики будут. Те дети, которые готовы работать, которые готовы идти вперед дальше. Вы просили пять минут тишины. Можно пять минут тишины? Не надо, вы не знаете, кто вы. Можно мне вот ровно пять минут? А я вас знаю. И дальше вы продолжите. Мы слушаем вас. Дальше. Здесь в данной школе сохранятся традиции, которые есть. Школа сильная. Дети сильные. Дети участвуют в Олимпиадах. Какую школу? Дети разные. Дети разные. Я уже посмотрела. Есть одаренные дети, с которыми можно работать. Можно выводить на Олимпиаду. Я прошу и говорю. Не одаренные. Вы сказали, почему вы не хотите самоустраниться, если прежний директор 2-й. Можно я объясню? Не, вы объясните это. У вас же задали вопрос. Вы же начинаете свое разводить. Да, я объясняю. Да не, вы объясните, почему, если был хороший директор, всех устраивал, почему он должен уйти, потому что вы пришли. Я пыталась вам сказать, что... Это самый главный вопрос. Вы не воспринимали. Вот данную информацию вы просто не готовы были воспринять. Сейчас мы готовы. У людей самый главный вопрос, почему вы вместо того, чем кто всех устраивал. Почему вы вместо того, кто всех устраивал. Самое главное, а то, что бла-бла-бла, это всем понятно. Ну, есть определенные действия, правильно? Откуда взялись эти действия-то мы не понимаем. В силу своего возраста не может дальше развивать образовательные учреждения. Она сейчас... А в следующем учреждении образовательном, она... Я никуда еще не перехожу, меня просто предложили, но я никуда еще не согласилась. Ну, сами предлагают, ой, вы что, помолодеете? А я вам сейчас скажу, почему предложили, потому что там очень сложная ситуация в школе. А у нас дожиство, у нас дожиство. И так работают директоры. Катя, Катя, помолчи, пожалуйста, можно? У нас ситуация не сложная. Можно помолчать? У нее же рецепция разработана. Там нигде еще все директора на месте. Просто когда я пришла с заявлением, мне сказали, а если будет, вы сможете еще поработать? Я сказала, что сейчас не знаю. Я на два месяца ухожу вообще, потому что мне нужно быть дома. Что будет в августе, не знаю. И вообще, если даже будет возможность, я хотела просто поработать учителем. Я устала, понимаете? Устала. А почему тогда это заявление не было от вас? Что вы устали, вы хотите поработать просто учителем? У меня есть, почему заявление у меня есть? Год закончился, не надо. А почему заявление в 10 утра, тогда по початам, откуда все это пришло? Потому что я получила трудовую книжку и написала коллективу. И все. О том, что давайте... Все, понимаете, нет? А теперь вот вы представили, скажите, пожалуйста, свое образование и все остальное. Нет, про образование уже не надо. Давайте я буду рассказать о том, как она будет работать. А почему Этана должна рассказать, как она будет работать, если мы не хотим, чтобы тут был новый директор? Подождите, товарищи, здесь есть еще новый вопрос, и вот человек хочет спросить. Да, у меня вот к новому директору несколько вопросов есть. Можно вот сюда как-то выйти, вот так вот, а то у вас поклонится. У меня есть несколько вопросов к вам, а точнее, наверное, к вашей все-таки семье, к вашему мужу, который состоит в организации «Опора России». В этой организации также состоит еще один человек по фамилии Дупак. Вам о чем-то говорят эти фамилии? А вы сейчас к чему задаете данный вопрос? Я интересуюсь. Но вы можете мне пояснить, к чему сейчас какое отношение это имеет? Потому что это история вашего появления здесь в поселке. Меня назначили, вот данная история появилась. Я сейчас не к тому, кто назначил вас. Поэтому я вас спрошу, к чему этот вопрос? Сейчас мы собрались по другому поводу. Вы можете просто ответить, знакомы вы с этим человеком или нет? Для чего? Что это изменит? Для меня это очень полезная информация. Забудь менять корни непосредственно, вот эти вопросы и эти люди. Хорошо, а почему я должна сейчас здесь отвечать на данный вопрос? Вы не хотите ответить на данный вопрос? Какой, 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 какой я могу сказать? Почему-то мы не пришли к вам в дом, понимаете, вашу квартиру. Хорошо. Мы не пришли к вам в вопросы, про вашу личность. Я также, я знаю многих людей в Московской области, да, так же, как и вы все. Хорошо, какое непосредственное отношение они к вам имеют? Супруг Муня Андреев Сергея Олеговича, что? Уже хорошо. Повезла с супругом. А дяденька по фамилии Дубак? Хорошо, к чему это? Я не понимаю, если совершенно... Ну, как к чему, потому что у вас лоббирует определенный вид. Народ понимает, что происходит. И все. А вы можете представиться, кто вы? Я же на сам козу, да. Я предполагаю, что у меня ребенок будет ходить в эту школу. Сколько лет вашему ребенку? Предшкольный. Сейчас он ответит вам, давайте поочередно. Сколько лет вашему ребенку? Вот народ знает этого человека. Правильно, конечно. Меня же спрашивают про... Меня спрашивают про... Я вам ответил. Я вам ответил на ваш вопрос. Есть личные вопросы. Я ответила, кто мой супруг. Вы уже общественная личность. Ну, извините, а круг моих знакомых какое-то имеет отношение? Потому что мы не хотим, чтобы ставили своих людей на наших местах. У меня есть много знакомых. Вы муниципальные служащие. Хорошо. Это я вам скажу уже со своими 40-летними статистиками. И муниципальную пенсию никто из нас не зарабатывает. Очень жаль. Очень жаль. Это просто неуместный вопрос. Вы считаете так? Да. Ну, то есть вы отрицаете свое знакомство? Я ответила на вопрос, да, про мою семью, семейное положение, то, что... Мне неинтересно ваше семейное положение. Я вам задаю прямой вопрос. Я объясняю, что я на данный вопрос. В чем здесь ее качество, как директора и... Вы отрицаете знакомство? Вы можете пояснить. Я поясню, если вы скажете, что вы отрицаете или не отрицаете знакомство. Можете, вот мне поясните, а я потом уже сделаю выбор. А что, чего вы боитесь сказать, знаете ли вы или нет? Я не боюсь сказать. Ну, скажите. Ну, вы мне сделаете выбор своего ответа в зависимости от того, что он скажет вам. Нет, мне просто важно знать. Нет. Мне важно знать ни к чему. Эти вопросы вы хотели узнать у человека и о ее работе. Нет. А сейчас вы начали задавать вопросы. Вы сейчас другие. Это вообще ни к чему. Совсем. Вы назначили, сейчас будет сама отвечать. Пожалуйста, пусть отвечает. Но только не на те вопросы. А вопрос образовательного процесса кому решать, на какие вопросы отвечать? Да, мы отсутствуем вопрос о значении. Образовательный. Я сейчас здесь выполняю функции руководителя образовательного учреждения. Вы можете с сестры убрали. Я ушла сама с сестры, я переехала сюда. Откройте мою трудовую книжку и посмотрите. А вы думаете, вы не посмотрели, что ли, перед тем, как вы сюда прийти к 7 часам? Все, опять у вас. Все, давайте заканчиваем тогда собрание. Дорогие мои родители. Совет, напишите заявление. Дорогие мои родители. Дорогие мои родители. Вы что, дурочки, что ли? Вы в Совкозе живете не первый год, и не второй, и не третий. Я здесь не живу, но можно сказать, что 8 лет отжила. Понимаете? Мы все прекрасно знаем. Я и внутри остаюсь точно там. Но у каждого человека наступает письм. Слушайте, если бы, вы спокойно бы, заранее это было. Я работал столько лет в педагогическом составе. Вы хотите сказать, ни один учитель не достоин этой должности? Почему же их заранее не было? С таким огромным стажем. Здравствуй, дорогой. Здравствуй. Это не вопрос к вам личный. Я вам сейчас объясню. Я вам объясню. Понимаете? Когда уже в коллективе большой педагогический стаж, а уже учителя все у нас возраста 50 лет и больше, понимаете, да, в среднем. Хотя человек 13 у нас молодых в последнее время пришло, потому что все равно мы когда-то должны закончить трудовую деятельность. Ну, жизнь такая. Мы все старимся, и все... Наступает период какой-то. Молодых надо тоже как бы научить, да? Они пролоббировали. Я не понимаю этого слова. Я никогда им не бываю и никогда с ним не работаю. Понимаете? Значит, обладают. Нет, даже не знаю. Но! Но! Вы сейчас неправду знаете, что лоббировали. Подождите, я сейчас вы завариваю с людьми. Геннадий, вас напугали, напугали вас! Скажите честно! Нет, меня никто не пугал. Татьяна Геннадьевна! Меня никто не пугал. Меня никто запрещает. Я ее защищаю. Вы сейчас просто говорите. Я защищаю от того, что вы нас и себя не защищаете. Я уже не знаю. Подожди, пожалуйста. Почему вы обратно отечество? Если вы думаете, что поступили по своей лепрессивной не совестью и хотят с ними на сделку, они оставят вас в покое. Я вас уверяю, не оставят. И уверяю вас, закончится это было. Вы вас как бы защитили? Несли вас попугали, Татьяна Геннадьевна. Не хрючай. Никаким понятным. Татьяна Геннадьевна, вы бы ничего не поняли. Я хочу, чтобы вы поняли. Не поздавят, поздавят. Я так все понимаем. Мы уже все поняли. Поняли, правда. Спасибо большое. Поняли, да? Поняли. А теперь вы нас поймите. Я вас всегда понимаю. Я вас всегда понимаю. Но в этой ситуации всегда у любого человека должен быть шанс. Понимаете? Дайте шанс нашим детям. Почему мы-то должны ей давать шанс, чтобы она на нас развивалась-то здесь? Объясните мне, пожалуйста. Пока не зная человека, можно говорить, что... Директорам! 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 Человек руководить! Это минимум, плюс еще у каждого по два родителя. Вы вообще в своем они уме нет! Не кричите, пожалуйста. Я по-моему, голос сорвете. Не кричите. Ну, ничего страшного. Если бы ей даже было больше лет, вот именно, не ваше дело по политологии, вот кто? Да, надо уходить. Они вот не ждать нас. Совхоз – это не то место, куда можно единственное в Московской области. Нет, я не смотрю. Ну, посмотрите. Куда можно было поставить директора школы? Вы что, других школ нету? С такими мужьями? Нет. Вот тут не доверяем. Вот кто угодно. Если бы это был не совхоз, пожалуйста. Конечно. Смотрите. Тем более, Добренкова убрали. После этого директор убирает. Отлично. Сопадение? Не думаю. Заверишь ли детских садов, да? Все остальные. А то поликлиник, а потом нас будут приходить к нам домой и нас расстреливать, как сапа, потому что уже слово говорится с родами. Катя, дай вторую очередь. И школу, и совхоз, и все сразу. Татьяна Геннадьевна. Татьяна Геннадьевна. Вы даже не знаете, как живете в совхозе, а даже не знаете мою отчет. Татьяна Геннадьевна. Извините, Татьяна Геннадьевна, я хотел просто вам сказать вот такой вот комментарий маленький. Вот смотрите, Елена Ивановна ушла, да, ей вот предлагали там тоже должность и так далее, и вы видите, чем сейчас это обернулось для нее. Я вас просто уверяю, что если вы думаете, что они идят с вами на сделку, а вы, отвечая им взаимностью, о чем-то договоритесь... Нет. Кинут вас по-любому. Потому что совести у них нет. Татьяна Геннадьевна. Я не иду ни на какую сделку. Я ушла домой. Но вы тогда правду когда говорили, сегодня или вчера? Татьяна Геннадьевна, мы здесь только потому, что они нас дали на расшире. А я никого не защищаю. Вы хотели видеть меня, я приехала. Все, что я сегодня слышала и видела. Ну, идите красиво тогда. Не надо этого человека, ему служить адвокатом. Адвокатом дьявола. Не надо. Я никому ничего не служу, но просто я вам хочу еще раз объяснить. Это не надо защищать. Вы понимаете, ее супруг защищает людей, которые передают исток. Я не знаю, кто ее супруг. Так мы вам говорили, узнайте, узнайте, после этого ваше движение какое-то мнение поменяется, а если не поменяется, это показательно. Своё заключение или резюме по поводу, значит, кандидата передаются какой-то, допустим, да, рекомендации, что я бы рекомендовала того-то, того-то на суд. Я же вам только 15 лет назад сказала, что вся кадровая политика по сравнению с Советским Союзом, когда учились, вы поменялись. Изменилась, понимаете, я уже об этом сказала. Теперь идет кадровая политика. Из-за банка данных рекрутингового центра по новой стране. Понимаете? Как бы то это ни было. Поэтому... Вы не боитесь с нами общаться? Нет. О чем не моя с вами общаться? Потому что мы с нами с вами с вами с вами с вами с вами 8 лет. А потому что каждому человеку надо дать сам по работе. А зачем нам не давать? Ну зачем? Зачем ей давать шанс? Зачем? 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 Если ты не мужный человек? – ВDrive. Я здесь не получилось. Она здесь не жива, не работала эти дети, и вы здесь не узнали какие дела. Почему вы не бывали в чум generオ? – Я даже не понимала! Хорошо, но у вас снова нелоббированный человек, который в прямое отношении уделяет, и у вас стаж какой обвык, и wy были учителем. Если кто хочет поучить учителей, то вакансий нет. А кто теперь будет по девати повезти? Возьмут еще одного преподавателя? Нет, нет. А я не вела уже в этом году, у меня был всего один класс. Я уже учителем не работала. Мы говорим про совхоз как единое целое. И было ужасно, просто стыдно услышать от вас, что школа это не совхоз. Это стыдно слышать. Грудин, я думаю, что Грудин очень сильно удивится. После стольких лет совместной работы, помощи, школе, опеке... Взять и сказать, что школа это не совхоз. Вы уже уволились и уволились. Чего вы защищаете врагов? Нельзя с ними в сделку вступать. Не туда, не туда мы направляемся. В общем, я поняла, что вас ничем не убили. Вы уже все услышали, вы все поняли. Не уговорились, не будем ли все, что обжили. Это очень нехорошо. Да, мнение очень простое. Во-первых, есть позиция большого количества родителей. И я не очень понимаю, как новый директор в таких условиях будет работать. Во-вторых, что для меня лично очень характерно. Новый директор говорит о своих амбициях, о своем опыте, о своих умениях и больших планах. Но при этом успокоить родителей и с родителями пообщаться как-то конструктивно не получается. Избегает вопросов каких-то, может и неудобных. Но если бы она ответила, было бы намного понятнее. Если бы она сама открыто говорила об этом, было бы проще. Ну а так, я не очень представляю. Посмотрим, что там будет дальше, как пройдет встреча с управлением образования. Пока все очень обезличено. Вот управление образования назначили соответствует критериям. Мне непонятно. Конструктив нет никакого, потому что жители совхоза – это те люди, которые постоянно находятся в напряжении. Которые как оголенные нервы. И они в первую очередь бросаются выяснять факты. Свой, чужой. То есть сейчас в совхозе нет серого. Есть конкретно черное и белое. То есть либо человек на стороне жителей, либо человек на противоположной стороне. И тут как раз тот самый случай, когда жители обнаружили информацию про то, что человек непростой. Человек не просто так. Сыстры там больше чем 100 километров от совхоза. То есть получается меняют одного директора. Потому что ей далеко ездить, по крайней мере, до Молокова ей ближе. А тут человек сыстры. Конечно, первое впечатление вот сейчас. Мы не судим по каким-то отдаленным там фактам. Мы сейчас смотрим на человека, который абсолютно не обладает навыками держать аудиторию. У которой нет педагогических навыков. Который сказал, что преподавать она в этой школе не будет. Это то, что она менеджер. Ну, мы так резюмировали. То есть, получается, все факты говорят о том, что человек неопытный. То, что директором назначать человека, который не имеет стажа, не имеет опыта, не имеет навыков и вообще коммуникации в данной профессии. Кроме того, то есть, все, кто здесь присутствует, даже в адрес Татьяны Геннадьевны, вот сейчас прозвучали слова, что педагог – это прежде всего призвание. Здесь вот работа, работа. То есть, мы ездим на работу. Педагог – это жизнь. Это отдавать себя детям. В данном случае мы не видим желания отдавать себя ни детям, ни родителям, ни профессиям. Поэтому я считаю, что собрались мы здесь не зря. Мы для себя сделали ряд выводов. Нам многое стало понятно. И по манере отвечать на неудобные вопросы, выходить из сложных ситуаций. То есть, жители совхоза очередной раз поняли, что хорошего в данной ситуации ожидать не приходится. Захват идет. Полный захват. Подчастичный захват совхоза. Через детей, школу, сейчас начнется школу, захватим, потом детский сад, ясли. И потихонечку будем выживать все. Будем захватывать, захватывать и захватывать. Душа болит. Реклама